Паша, вот мне как лузеру, но меломану, объясни, пожалуйста, чем отличается старая школа от новой? Слушай, если бы ты задал этот вопрос в нулевых, я бы тебя ответил, а сейчас уже все перепутал. Сейчас уже и новая школа называется старой. Если брать оригинал, то старая школа, это совсем вот олдскул, когда идет строчка рифма, строчка рифма, бенни-пух. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара, опилки. Потом пошла новая школа, где уже люди стали сдвигать рифмы, рифмы, которые рифмуются там в середине строки, с середины следующей строки. То есть дело в размерах, в размерах, во флоу, да, в рифме. Вот это мы называли новой школой. Но потом появилась, как мы услышали, Чак Ди говорил, нау-скул, то есть вообще современная школа, когда пошли двойные рифмы, когда пошли уже рифмы нерифмующиеся, типа там 100 рублей, 200 рублей. Мы рожали на такие рифмы, а они стали популярными, да. То есть вся наша школа теперь называется старая школа. У нас была настолько навороченная новая школа, что люди говорили, блин, вас не понимают, будьте более коммерческими, сделайте простые тексты, чтобы было все понятно. Я очень долго учился писать простые тексты.